Доброе утро, друзья! Хотелось бы начать со стихов Осенняя пора, а чьи очарования? А вот самые последние денечки Туман, все сыро Вот Меня удивило то, что больше всего Не так, лучше всего сырость переносит именно абрикос Я бы мог показать Небольшое пусть количество, но все-таки Все-таки именно на грушах Нет, не вот на этих диких, а на культурных Все-таки немножечко-немножечко Их прихватывает Грибок, листья в данном случае Бывают и плоды Сильно уж сырая осенью выпала Ну, почти как в Ленинграде Или как он правильно называется Питер? Нет, не Питер Санкт-Петербург Вот И вот Что интересно Начну я сегодня говорить о черенках Но чтобы черенки было куда привать Я вас знакомлю изначально Вот Уссурийские груши Они были выкопаны Ну, когда, неделю назад Вот Прямо отсюда выкопаны Не все Вон их еще сколько Вот На этом рядочке И в таком виде Вертикальный прикоп Позже, Элизаву Они будут ждать весны Вы уже сейчас что можете заметить Земля сырая Почему? То дождь окрапает То снег накроет Потом он снова растает Опять сыро И самое сухое место Почему-то никто никогда этого не замечает А я все замечаю Вот эти вот холмики Значит Уссурийской груши Морозы по барабану сибирские Минус 50 выдерживают без повреждений А у нас минус 50 100 лет не было Вот За 40 очень редко Получается, что В таком виде Они прекрасно перенесут зиму Вот Даже культурные Но если бы они были культурные Сразу совет Я бы вот эти холмы Делал бы еще выше То есть закапывал бы по середину По середину Даже не штамба А по середину Кроны Вот И все-таки вертикально Груши Та же как абрикосы Очень боятся сырости Вот это важнейший совет Потому что Когда-то я Столько лет воспитывал Толгарскую красавицу Она жила, жила, умирала Я успел с нее нарезать черенков Прежде чем она умерла Привил А потом с дуру Начитавшись Почему я говорю Толгарская красавица С тоской и с обидой Потому что Мне это крайне редко Удается что-то со Средней Азии К нам перенести Да фактически ничего не удается И вот тогда Когда я нарезал черенки С умирающей Толгарской красавицы Когда я их должен был Привить на вот эти Супер морозостойкие Вернее Привил на эти Супер морозостойкие Груши Усурийские Вот А потом я их осенью Выкопал Все-таки Это была Толгарская красавица Все-таки это Средняя Азия Чудо-сорт Вот И прикопал По стандартной схеме Может я найду рисунок Может ставлю его сюда И Весной Они были черные Полностью сопревшие Сгнившие Вот И после этого Я придумал Вертикальный прикоп Вот А уж говорит Это Привитые даже можно Я абрикосы И яблони На них тренировался Все прекрасно Переносит Зиму В вертикальных прикопах Почему Одной из причин Это сухость Вот этих холмиков Ну ладно Пойдем дальше А чье очарование Абрикосы Косточки Этих так называемых Абрикосово-персиковых Гибридов Были получены Высажены Что-то здесь Что-то там За забором Что-то у одного Соседа Что-то у другого Соседа Надо было как-то Куда в них столько Надо было как-то Распределить И распределил И вот весной 2015 года Был куплен этот участок Все это посажено И они тоже Сейчас они выглядят Вот так Если бы у меня Было бы настоящее Хозяйство Если бы была Государственная поддержка Вот Скобка Хохот Этим Не зритель Хохот В академическом зале Вот Мы для них Никто Звать нас никак Поэтому остается Только Говорить об этом Как о фантастике Что при касации Поддержки Уже сейчас Вот они прижились В центре Сибири Дальневосточной Да Вот От Бродского Юлия Васильевича Волшебника И вот они прижились И вот им Скоро будет Три года Исполнится Весной следующий Только три года Вот они такие На вытянутую руку И еще Метр Вот они такие Выросли Они прекрасно Перезимовали Две зимы Ждем третью И уже сейчас В них должны быть Тут два варианта Первый Это академический То есть Если вдруг Прилетит вдруг волшебник И подарит мне Пятьсот Эскимо Это значит Что я смогу С каждой Срезать Ветки Так Вот они Прекрасные Приросты И не дожидаясь Плодношения Перенести И растить Следующее поколение Это чисто Научно Вернее Он уже не научный Но его Использовал Мичурин Это Мичуринский способ Потом мной По-новому Открыты Вот И получилось так Что Это способ Единственная Альтернатива Как можно За тысячу километров Взять И в жесткой Сибири Вот это все Вырастить Для этого Нескольких поколений Вот То есть Уже сейчас Надо брать Ветки Не дожидаясь Но это Академический Способ Невозможный Волшебник Не прилетит Искимо Не подарит Остается Мне еще Ждать Год-два Сейчас посмотрим Есть ли Плодовое Образование Так Ух ты Елки-палки А вот Есть 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 Значит Возможно Цветение Еще какая Зима Бывает Заморозки Убивает Цветы Еще Полюбуюсь Еще Еще Где бы Тут еще Полюбоваться На этом Дереве Мне интересно Всегда на Однолетних Приростах Здесь Пока Не вижу Здесь Пока Не вижу Но Плодовые Вот Они Плодушки Будем Надеяться Что Заплодоносит Если Заплодоносит Тогда Окажется Что На Одних Будут Заврядные Абрикосы Хуже Чем Вот Мои Вот Эти Привитые А может Быть Выдающиеся А некоторые Может Действительно Окажутся Гибридами Потому Что Листья Какие-то Немножко Неправильные Уже На Некоторых Заметил Вроде Абрикосовая Вроде Нет Как-то Не на Пирсиковая Больше На Сливовая Смахивает У меня Еще Там Пересаженная Есть За За Дорогой Вот Это Я хотел Сказать А вот Самое Главное Ради Чего Я Все Это Говорю Итак Мы С вами Присутствуем В Садике Это Следующее Поколение Это Еще Один Шаг Вперед Каждый Шаг Это Каждый Год Должен Быть У меня Так Не Получается Но Вот Прикупив Землю Вот Этот Участок Я Смог Существить Выращено Еще Одно Поколение Ну Тут Случилось Как Немножко Наемного Труда Нет Того Это Здоровой Спины Нет Моего Железного Сердца Как Считалось И Вот Значит Небольшая Помощь Оказалось Так На этих Абрикосах Прекрасных Нет Бирок Вот Вернее Есть Но не на всех Вот Например На этом Бирка Сохранилась Сейчас мы Почитаем А что Что у вас Ребята В рюкзаках Так Абрикос Так Академик Что ли Ага Итак Абрикос Академик С этим Ясно Посмотрите Какие Приросты Практически Многометровых Вон они Не приросты А красавцы Вон они Вон они Вон они Ладно Но дело В том Что на нескольких У меня Хотя на них Приростов На некоторых До полусотни Смотрите На эту красоту Да До полусотни Абрикки нету Бирка потеряна Вот А есть несколько Сортов абрикосов Которые я не различаю Это моя гвардия Это абрикосы Которые в Сибири Зарекомендовали Себя Как будущая Сибирь Перечисляю Их немного Но Это действительно Элита Сибирская Амур Артем Серафим Бай Королевский Вот Я говорю Еще есть Фаина И Еще есть Академик Но Там Может быть На градус Два Мороза Столько сниже Не на много Но То есть Они Позже с ними Начали воевать Им надо бы Еще лет Десять Чтобы Сравняться По мощи Вот с этой Элитой Посмотрите Веток Не меньше Пятидесяти Да А вот А бирки нет И на этом Бирки нет Вот Посмотрите Как красавец Посмотрите На эти Приросты Видели Это не Приросты Это сказка Вот Мне приходилось Выбрасывать Целые посылки Приходит Посылка В ней абрикосовые Черенки Значит Вариант А Все почему-то Черные То есть Нарезали весной Когда они уже Замерзли Вот Вариант Б Все гнилые Вариант В Все проросшие Вот Последняя Злосчастная посылка Была из Крыма Вот Но там Я уже рассказывал Цель была такая Вот Уже четвертый А Нет Получается Она Если даже Минимум Ее один год был Плюс Накидываем Что им уже четвертый Год Наконец Мы сможем Срезать Черенки Хотя бы С этого Сорта Так А почему Потому что Они трактуются Как самые Роскошные Американские Сорта Которые Прошли Крым Так А Это и все А посылки Было их Где-то 6-8 штук Персиков Они сразу Сдохли И 6-8 Этих Самых Привитых На Искусственные Корни Почкой Вот эти Самые Сорты Ясно Что от них Никогда Он выжил Все-таки Дал просто Да Переприем Да Это еще Одна часть Селекции Все-таки Хочется Еще Лучших Этих Самых Еще Лучших Сортов Вот Я вам Сейчас Покажу Парочку На Этих На Здесь Фотографию Вставлю Но Хочется Еще Лучше И вот Еще Лучше Должны Быть Если Не Обманули Крымчане Вот Такие Но Видите Какие Шансы Вот Самое Обидное Я Пересисывал Или Гнилые Или Присылали Переросшие Вот Как Показываю Эту посылку Злосчастную Вот Или Сухие Так Или Черными почками Значит Они были замерзшие Это уже Четыре пальца Загнул И Пятый вариант Присылали Вот такие Вот Смотрите Вот такая Веточка Приходит Вот так Вот так Отрезана Вот Хозяин То ли Не знает То ли Издевается Надо мной В ответ Я высылал Вот такие Смотрите Вот такие Ветки В ответ Высылал Да Полноценные Ну естественно Посылку Такие не влазили Тут Где-то Метр Тридцать Метр Тридцать Где-то Да Высота Вот Ну отправлял Я конечно Пределах полметра Естественно Нижнюю часть Еще раз говорю Нижняя часть Самая ценная Все что выше Этих Вот допустим Здесь полторы Ну есть тут вон Полутораметровые От этих полтора Все равно Оставляем Тридцать Сорок Останой выбрасываем Такова жизнь Если То есть Можно не выбрасывать Но потом Получается То что Получилось Вот тут Когда Большинство Погибло А лучше Вот такие Вот за 4 года Извините Меня это не устраивает Вот эти Были посажены Еще раз говорю Весной 2015 года На новом участке И вот Значит Это пятый палец И вот такие Присылают Хотя это Ветка плодовая Вот Часто бывает Как Вроде бы не плодовая Но просто Такой мизерный Что Ой Страшно подумать Итак Останем Пять пальцев Загнул Шестой палец Это нормальная ветка Вот такая вот должна быть И так Я пять пальцев Пять пальцев Сложил И предлагаю вам Шестой Это 100% Полноценные Ветки Вот Они естественно Если их не высылать В апреле А ограничится Ноябрь Декабрь Неварь Февраль Март Раз Декабрь Неварь Пять месяцев Они приходят Естественно Вовремя У меня Срезаны Это середина Обычно Ноября Вспомните Прошлый год Вот видите Вот за забором Растут эти Вишни Вот так Все сады Не только Вишни Ушли в зиму В прошлом году Естественно Я обещал В середину Ноября Рассылать Пришлось ждать Середины Декабря Пока Вот так Листь Не будет А некоторые Так и не сбросили Вот посмотрите Колновидка Вот На колновидках Листья висели До весны И вспомните Хоть одному Я из вас продал Черенки колновидных Яблок Нет Почему Потому что С листьями Они были Неполноценные Вот так Выглядит колновидка Она и в нормальную Эту зиму Которая наступает Вовремя Вот И в середине ноября Уже приличные морозы В это время Я режу Она в это время Все еще стоит Зелеными Листья Они как-то умудряются Еще зелеными быть Вот То есть Они для Сибири вообще Не годят Эти колновидки Я не знаю В этом фильме Или в соседнем Я сижу У меня на кухонном столе С гостями Из Какого района Это Штыбский Абазинский Вот так Аскизского района Так Деревья Бондарева И у них Колновидки Тоже За все годы Да Я сколько писем Получал Что 10 лет Сидит в одной паре Вот Даже Ну то есть Уже сто раз Говорил об этом Вот Не связывайтесь От меня Вы не получите Черенки Если какой-нибудь Отчаянный Захочет Но это отчаянный Это не для того Чтобы Получить То что Рисуют Эти самые Колновидки Рисуют А потом Выдают за настоящее Это тоже самое Что нам стоит Дом построить Нарисуем Будем жить Вот Все с удовольствием Перешло На рисунки Почти Надо Смотрите Я опять отклоняюсь Главное я хочу сказать Это Есть такое выражение Чем Ложь страшнее Или сильнее Тем больше не верят Вот И еще раз говорю Это Я сам доверчив Всю жизнь Меня обманывали Всю жизнь обманывали 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 Вот Я весь в лапше Как вы И только где-то На седьмом десятке Я только понял Главная причина Почему Мы плохо живем Вот Не надо кивать На правительство Не надо кивать На дому На президента Наша главная За это Самая Черта Национальная черта Доверчивость И вот Она Сродни Слову Доброта Она сродни Слову Значит Самопожертвования То есть Она Качество-то Хорошее Но в современном мире Оно сделано С нищими Вот Гигантские деньги Уходят на покупку Фальшивых саженцев А давай Теперь вернемся На землю Вот она земля Вот два с половиной года Вот этим вот деревьям Вот эти приросты Так И Для чего я все это говорю Чтобы вы поняли Допустим Это великолепный сорт Амур Фотография Допустим Артем Фотография Из прежних лет Так Так Бай Фотография Королевский Фотография Так Затем Так 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 Это Амур Серафим Артем Королевский Бай Фотография Где-то Я беру Клиния Фотография Хотя на мой взгляд И то и то Неправильно То есть сильно Большая Это В основании Дерева Сильно большая рана Поняли Да Значит Что получается Например Я бы не обидитесь Если я вышлю Вот эту Веточку Вот смотрите Вот тут идет Так Идет Ростовая А сбоку Две Плодушки Вот они Плодовые Она тоже Будет дальше Тут тоже Есть несколько Почек Ростовых Ну соответственно Они потом Вырастут Из такого Вот такого Да Сбоковые побеги Уже вот такие Смотрите Вот такие Вот И на этом Все А теперь Представим себе Что мы вот тут Вот я вам Отрезал Выслал Ветку Длиной 40 сантиметров Вы даже Не обидитесь Она удобна Для прививки Вот Но вы никогда Не получите Такое дерево Никогда Вот Почему Потому что У каждой почки Свое назначение Вот Истинно Ростовая Теперь Мне нужно Обязательно Будет обрезку Делать Как маточное дерево Когда я Вот здесь вот Отрежу Примерно Да Смотрите Пару почек Называем их Они маленькие Всегда Они Называются Две-три почки Спящие Они никогда Не просыпаются Поэтому Получается Как бы Штамбик Раз они Не просыпаются Получается Как бы Штамбик Вот А Стоит Вот тут Отрезать И они Обязательно Проснутся Но нам Нужно На развитие Еще Прибавим Еще Три почки Ростовые Вот так Раз-два Спящие Ростовая 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 Ну еще Одну Накинем Вот здесь Отрезаю Так А вот С этого Огрызка Должна Получиться Вот такая Разводка Поняли Да Ну не такая Это не совсем Сказать Сейчас Найдем Получше Вот смотрите Вот я обрезал Глядите Видели Вот получается Вот такая Разбилка И дальше Так как Это первичные Почки Они завязались В год Которые должны Были завязаться Заложиться Так Вот получается Идеально Вот такие Вот просто Даже уже Следующие Вот за этим Вот За вот Этой Вот Отрезанной Веткой Распушилась Как бы Пошли Распочки Заметьте Не все Ростовые Вот на это Особо Обратите Внимание Здесь Плодушка Вон она Вот смотрите Сколько там Уже целые букетики Цветов Видно Не видно Надеюсь Видно Вот одна Вторая Третья Раз Два Три Четыре Пять Это уже Не дай бог вам Их срезать На прививку Это Все Так называемые Цветочные Плодовые Веточки Пожалуйста Не трогайте Их Никогда И не вздумайте Отрезать Как учат Что надо Тут же Ошветлять Дерево Тут же Учат Убирать Чертовой Матери Ой Меня за это Слово Чертовое Уже Попало Так Извиняюсь Вы его не слышали И всего лишь Раз Два Три Ростовых И вот эти Ростовые На них тоже Плодушки Да самые Русские Вон Все в цветах Но На ней Тоже Найдется Несколько Ростовых Посек А значит Будущих Ростовых Веток Вот Хуже всего Когда так Берется Дерево Вот здесь Вот отрезается Специально Так Ниже Из ничего Из коры Прямо Из коры Появляется Побеги Они Вырастают Вот Это хорошо Только когда Дерево Мы Это называется Омоложение Старые деревья Согласен Сам так делал Но только В этом случае Молодых деревьев Это Я считаю Запрещенный Прием Почему Потому что Вырастает Я вам сейчас Покажу Неполноценную Уже сейчас Неполноценную Веточку Вот она Ростовая Как бы Если это видно Может даже Понять Что она Неполноценная Может Удастся Разглядеть Ее Вот Что Такие Пришлем Такую веточку Вы должны Эту веточку Писать не обратно Десяток Самых матовых Слов Добавить Да И потребовать Деньги Обратно То есть Еще раз Говорю Ветки На прививку Берутся Только Самого Молодого Дерева Которому Не больше Не так Можно даже Уже С прирост Нету Нету Я еще Отличаю Академик Я отличаю Фаину Академик Зимой У него Кора Как-то По-своему Меняет Окраску Ладно Фаина Кстати Вот она Фаина Это уже Потомство Фаины Вот У них Есть одна Особенность У Фаин Вот У них Очень близко Междуузлия Ну Мы там С вами Стояли Ну Вот Пожалуйста Вот Одно Из тех Дерев Которые Нет Бирки Да Вот Что Это Амур Артем Королевский Серафим Лебай Так Вот У них Нормально Междуузлия Посмотрите Видели Вот Расстояние Между Этими Так А Теперь Смотрим Сюда Внимание Именно Вот Так Ее невозможно спутать Вот Если бы Даже не было Вот этой бирки Так Она была Предназначена На продажу Вот Эта Фаина Но Оказывается Так Значит Рядом Растет Один из сортов Груш Растет Плохо Для меня Это брак Но брак Вынужденный Я здесь С вами Несколько Фирм Назад Проходил Вот Здесь Вот С рамками Вот 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 Ну Я рассказываю Своей кухне Пригодится Вот Еще хуже И потом Только нормально Вот здесь До сих пор Вот до этого места Геопатогенная зона Тут уж Никуда не денешься Вот Эти все Уже и сейчас Можно убирать Я сто раз говорю Ее можно оставить Но Никогда Полноценным деревом Оно не будет Что я придумал Так как здесь Одновременно Питомник Вот Посмотрите Внимательно На этот питомник Это питомник Сливовый Отсюда Отсюда уже Вот Выкопано 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 Самая мощная Высотой 2,25 метра Вот еще Несколько осталось Это за один год Но фильм Такой Вы уже Видели Вот Вот я выбираю Один из самых длинных Вот поднял руку Вот она Моя рука И еще Да Полметра больше Самая длинная Уже выкопана Это я Хвастаюсь Что ли Но факт То что у меня Такая же выросла Фаина Вот Тут среди Сливовых костек Попадались абрикосовы У меня руки Конечно чесались Я тут же Привел Именно фаину Надо растить очередное поколение Да Леночку повесил Чтоб здорово Не выкопали Не продали И смотрите Междуузли Видели Вот Оно уже стало Чуть-чуть длиннее Вот Спутать ее невозможно Оно уже стало Междуузли чуть длиннее А самое большее мучение было Когда я Делал косой срез И он не получался Такой ровненький овал Потому что почки близко Друг к другу Но влияние по двое С каждым поколением А влияние по двое Это манжурский абрикос С каждым поколением Еще Сильнее Сильнее И вот расстояние Междуузли Уже увеличивается И может быть Я здесь пару Последнего поколения Абрикосы Фаина Плодносящие Молодые Покажу Вы уже увидите Что это как бы Уже и не фаина Вот А что такое Фаина Тогда сделаю так Смотрите Вот сейчас Против этих слов Я прошу разместить Последний урожай С маточного дерева На моей руке Там будет Три Крупных абрикоса Так А за ним Вот именно сейчас Вот на этой вот Секунде Где вот сейчас будет Где мои вот сейчас Следующие слова Это будет Фаина Первозданная То есть Первый урожай И тем не менее Хотя я уже Фаина сама Это испорченная Королевский плюс Академик плюс Подвой Этот самый Тройной Вегетативный гибрид Подвой Манжурский абрикос Получилось Это чудо Да Вот Но с каждым годом Она меняется Пересаженная На новое подвое Да и же маточное дерево Видели Вот где Этих самых Два последних фотографий Это предпоследнее Это урожай Маточного дерева Но Где три штуки На руке Это все-таки Последний урожай На маточном дереве А на нем же Это 10 лет назад Примерно Вот такая вот Где вот эта вот ветка С красивейшими плодами Которые Абрикосом-то назвать сложно Все считали Что это персик Вот Что получилось Значит Вот здесь Получается Я с дерева В питомнике Выглядит хорошо Довольно близко Но растет Абрикос Один из тех Которых я не знаю То ли Королевский То ли Серафим То ли Артем То ли Амур То ли Бай Вот здесь вот я Плотненько Я этот оставляю навсегда Потому что на эту грушу Я больше не рассчитываю Вот Она в гепатогенной зоне Растей Толком никогда не будет Это не жизнь мучения Ну пусть даже с краю Гепатогенной зоны Все равно мучение А вот здесь вот Вот Сейчас посмотрим Кстати сказать Доказать что-то гепатогенная зона Смотрите на эти жалкие Вон они Подвое В плохом месте Посадили Вот И вот возвращаюсь обратно Если я у этого Вынужден буду Вначале я С любовью срежу Вот эти Черенки На прививку Так Смотрите Прирост Вот здесь Что еще 2 метра А нет Он устревает за 1 год Смотрите Вот это вот Прирост Пошел отсюда Здесь даже Сильно толстый Не годится на прививку Есть только почками Которые Окулиров Которые я проклинаю Да Вот Вот это все За 1 год Скелет дала И дальше пошла В общей сложности 2 метра Вот Ну это Так уж получается И вот Что я сделаю Вот эти Ветки Я срежу На прививку Вот они Так И Не все Сейчас даже выброшу Сильно толстые Смотрите У меня Обматерят Все вышли Вот такой вот Хотя по идее Срезать надо Как можно ниже Вот эту ветку Отрезаю целиком Оставляю пень Никаких ран На кольцо Никаких Дебильных Советов Забудьте Хотя им 200 лет Вот Все еще Не могу успокоиться Уже лет 10-15 Прошло Как трубку Телефонную На меня кричал Какой-то Старый Садовод Как вы смеете Как вы смеете Как вы смеете Это самое Вы Как-то Не подняли руку Как это Вы постигнули На великие имена Эти великие имена Заставляли нас Вот это Вот тут взять Под лицо Отрезать И оставить Страшную рану Когда я буду Отрезать эту ветку Фильм-то Учебный Хотя мы и говорим О черенках Вот они Прекрасные Вот Отрезано будет Вот здесь Вот здесь Вот И вот это будет Сохнуть 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 Но все-таки Это продлит жизнь А я За счет того Что убрал эту ветку Вот эту ветку Смотрите сюда Я даю шанс 10-15 лет Расти рядом Вот этому абрикосу И Моей фаине Я успею получить Прежде чем Мне вот это дерево Задавит Которое опережает Его по возрасту На два года Вот Я успею получить И черенки С фаины Видите Вот Моя первая задача Получить с него Плоды Поэтому я ветки С него отрезать Не буду Рано Сильно количество дерева Сильно молодое А уже со следующего года Если урожай даст Можно срезать ветки Уже как Клон клона Клон от клона Ну в общем Почти все Я вам рассказал Но самая главная идея Все еще заключается В следующем Она заключается в том Что я Не имея понятия Какой сорт Из пяти Срезаю Я беру И Складываю Их в одну Кучу Пишу Ассорти Та же как По аналогии С косточками Ассорти Смесь черенков Пяти сортов Даже добавлю Супер сортов Для Сибири И в таком случае Если человек Учитывая От Минусинского У него питомник Я к нему приехал В декабре На прощание Я попросил У него две веточки Одно Черешневое Одну Уже забыл Какую Он отказался резать Сказал Потому что это настолько опасно Теперь люди вырастили Некоторые Некоторые Так и не могут Получить Или У них нет 1200 рублей А Нет Это получается Так Давайте так Сделаем Все Снимаю я Убираю я Требование Что высылаю Не меньше 20 Все Пусть будет Не меньше 10 Вот так Цену чуть-чуть Поднимаю Если новичок Впервые Ко мне обратился Значит Он заплатит 120 рублей За ветку Или 1200 За 10 веток Так Это касается И абрикос И сливы Не важно Даже если Кто-то выписал Черенок дикаря Вот Ну вот Эти же самые Возьмите Вон они Китайские Да Ой китайские Эти самые Что я только сейчас Рассказывал О гибридах Персик Черешня Боднера Пусть даже Веточка Неизвестна какая Да Но она Сенцевая Может это Дикарь Может не дикарь Пожалуйста Я и такую Вышлю Вот Как говорится На ваш страх И риск Или вот Это вот Допустим Это одичавшая Ой Не то слово Сенцевым Этот Амур Они помельче Чуть-чуть кислее Но они настолько надежны Что вдоль всего Транссиба Должны уже расти Кисло-сладкие Косточка Хорошо отделяется Соки Компот И варенье Изумительные И что интересно Многие люди Едят их И говорят Что ваши Эти самые Королевские Серафимы Мои самые сладкие Они слишком Они слишком Это Притерные Вот до чего Дожили Почему и такие веточки Пожалуйста И такая будет веточка И чистый Манчжуриц Кто-то хочет иметь Чистую ветку С чистого Манчжурица Почему Да потому что У него такие планы Как мои А может в сто раз больше А может это Это самое Засланный казачок Откуда я знаю Никому Ведь Что интересно Да Я вынужден Об этом сказать Это горько И оптимистично Я Это Размещал Эту информацию Не буду уже трепать Фамилию Академии Государственной Не буду даже Говорить Область Которая она Ой Они взяли Эту самую Фотографию Которую я Единственное Мог узнать Потому что Мне прислал Фотографию На которой Амур Плоды И рука Жены Латинкова Юрия Алексеевича Вот Они взяли Ее присвоили Вот И получается Что это они Создали Этот замечательный сорт Вот Понимаете Вот что До чего дошло Ведь И причем Это современный Сайт Это не то что Было сто лет назад Может они уже убрали Я уже не могу вернуться В каком-то Допустим Пятидесятом Фильме Об этом рассказывал А сейчас заснимают Двести пятьдесят Или трехсот Я даже найти не смогу Ну поверьте на слово Чистое воровство Присвоили У заместительного Садовода Фотографию Вот Кто-то найдет Этот фильм Я уже не буду Его искать Вот И получилось так Что Я единственное Что попробую Фотографию Тут найти Сюда вставить Чтобы другим Было стыдно И неповадно Вот А для чего Я это говорю Да потому что Понимаете Вот Могли они Ну Допустим Он не рассылает Черенки Ну Шаренцы рассылает А черенки не рассылает Это его дело Тоже бережет Наверное деревья Вот А черенки рассылаю я Если Какие-то Застанные казачки От имени Не от имени института От своего института А то Будучи сотрудниками института Могли их заказать Могли их у меня выписать Ведь я Амур Уже один из первых Моих сортов Ред 15 рассылаю Могли Могли А фотографии еще нет Своя еще не плодоносит Ну взяли Да использовали Фотографию Вот эту Надеюсь найду Вот Друзья мои До чего мы дошли До грустной темы А еще раз Давайте определимся С ценой Это будет выглядеть Вот так Итак С каждой я беру По 10 По 20 По 40 А где-то может и 50 Удастся Черенков Так Вот Не знаю сорт Не хочу гадать Не люблю сорта путать В один мешок И Называю общую цену То есть Эта смесь будет То есть Если человеку До фонаря Что вырастет Амур Артем Серафим Или Королевский Который будет Два раза крупнее Амура Вот Если мы до фонаря А И это самое То он заплатит Те же 100 рублей Итак 120 нормальная цена 100 для Посетителей Для тех Кто уже Что-то заказывал И 100 рублей Для тех Кто закажет Не просто Допустим Вот Как я сейчас подходил Вон он с биркой Академик Да Что это 100% Академик А теперь Напоследок Цепляйте Самые слова 100% Академик Точно сказал Черт Нас два Откуда же взялась Фаина Фаина Это двойная Прививка Академика Королевского На манжурском абрикосе Ну и что получилось Манжурский абрикос Сам был кем-то Пылен Потому что Его потомки Уже вкуснее Получилось Шедевр Видели фотографию Да Вот И что за черенки Какие агены Здесь несут Ой Я не знаю Ой Я не знаю Дело в том Что фаина Вот Понимаете Я сейчас Как мне не хочется Углубляться В эту теорию В эту теорию Что же мне делать-то Что же мне делать-то У греля Напоминается Понятие такое Сок То есть сок Который идет От этого От подвоя Приходит Естественно Что подвой Дает сок Потому что Корни работают Так Идет Закачка В эту Привитую часть Вроде бы Чужеродную Но сок этот Оказывает влияние Значит влияние Подвоя Речь идет о Морозостойкости Что потом Мичурин стал отрицать Потому что У него Это все Погибло Вот И он Разочаровался Страшно Мне кажется Тут были еще Причины Мне не хочется Говорить Был бы он Живой Я бы сказал Это самое Не все Так Нельзя однозначно Говорить Что морозостойкость Не повышается Осталось Вот эта вот Фраза Она Сильно мешает Садоводству Вот Подставкой На хладостойкие Подвои Подставкой На хладостойкие Подвои Невозможно Увеличить Морозостойкость Вот так В моем Изложении Его мысли Выглядит Потому что Я цитировать На память Полностью Не могу Но вот так Она выглядит А Грель Писал Что этот сок Влияет на Морозостойкость Но этот сок Это еще Не генетика Понимаете Я тоже Так вначале Думал Что сок Допустим Там подвои Минус 50 Здесь Получается Если это Роскошный Академик Минус 30 То хотя бы До 40 Поднимает Поднимает Но откладывается Или нет Это все В этом Генной памяти Вот что Генная память Откладывается Не только Морозостойкость Должна Она Я уверен Откладывается Но это всего Лишь моя уверенность Но не факт Не доказательство Кистохемией Никто не занимается Я кое-куда Писал Я кое-кого Просил Никто не занимается Этим Ладно Таким образом Лабораторным способом Мы не можем определить С помощью вымораживания Мне сам Этот способ Кажется Поросим Не знаю почему Вот Но он Применяется В природе Вернее В этом В науке Ладно Остается что Остается Длительное наблюдение Наблюдение Такие что Те же самые Не только Персики Увеличили Морозостойкость Что их потом Что еще Более Морозостойко Стало И наконец Я их перестал Укрывать Или не наконец Я их вообще Никогда не укрывал Да Вот Ну а другие Это качества Ведь фаина Это Она Сохранила Эти качества Да Они Дальше Роскошный Получился Сорт Уникальный Это До сих пор Я считаю Вот это дерево Которое Матрица Оно одно На планете Его потомки Тоже видели Фотографию Они уже Несколько Другие Вот Они уже Отличаются Так И Не просто Отличаются У них Плоды Совершенно Разные По размеру По вкусу По цвету Вот Кажется Все Сказал Итак Заканчиваю Этот длинный Разговор Что мы Имеем Мы имеем Цена Черенка Любого От Хоть Дикого Допустим Дикого Сурицкой Груши Вот Китайской Сливы Даже Сибирки Дикой Хотя Был Это Пара жизней Их заказывали Ветки От Дикой Сибирки Значит Кому-то Это надо И действительно Я уважаю Таких людей Это не фантазеры Они просто Хотят иметь Собственные Сверх Морцовик Сорта А многих Возможно Собственный Путь В этой Жизни Вот И хоть Дикари Хоть Полукультурные Потому что Сыновья Манджурского Абрикоса Они уже Полукультурные Мне нравится Фраза Николая Скордеева Сказанная В моем Саду У меня Такие В прямой Плохой Память Такие вещи Буквально В это Вырезаются В память Это означает Что его слова И вот Любой Саженец Взятый Из сада Дикарем Называть Нельзя Вот Вот это Сказал умнейший Человек Умнейший Садовод Ну что До свидания Я вам все Сказал Надеюсь Что У вас Будут Сады Такие же И прививки Пересаженный Однолетний Саженец На третий Год Будет Вот Таким Вот Видите Вот Таким Вот Иногда Скажет Не поверю Раньше Садили А раньше У меня есть документы Что куплен И раньше Вот Видели Потому что Обрезка На кольцо Причина Гибель Нет Не миллионов Дерев Нет Не миллионов Сотен Миллионов Вот это Более правильно И вот Вторая причина Если бы я Начал бороться С грибами Страшнейшая ошибка Грибы Едят Мертвичину Назвать их Санитарами Можно и так сказать Ненавидеть их Ошибка Страшная Вот Сколько положено Дерево Столько Проживет Ну Сейчас Давайте Глядеть Дерево Живо Живо Вот Видите Совершенно Зеленые Ветки Вон они Зеленые Ветки Зеленее Вон они Зеленые Вот они Зеленые Зеленые Уже Некуда Но Оно Состоит По прежнему Из двух Половинок Однажды Я столкнулся Со страшной Загадкой Вы уже Видели Три Этих Самых Сейчас Я попрошу Оператора В данном Случа Сафронова Еще раз Показать Эту фотографию Есть подробный Фильм Ну Где я его Сейчас вам Передъявлю Это надо Еще целый Фильм Показывать Где я Работал Вот с этой И рассказывал Подробно Про Это Маточное Дерево Фаину Вот Что меня Удивило Тогда И сейчас Посмотрите Как низко Растет Культурная Ветка Вон она Культурная Ветка Так И вот И вот От него Пошел Еще один Отводок Вон И дал Крупнейшие Плоды До 90 Грамм А расположена Она Казалось бы В части Ниже Привки Я пробовал Туда пальцы Просунуть Не пролазит Вот Так низко Привал В то время Как так Получилось Или может быть Полностью Эта Ветка Подвойная Была Полностью Переродилась В эту Привойную Потому что Я сейчас Не знаю 50 на 50 Прививка Низко Низко Как так Могло Случиться Но это Особая Ветка Ну допустим Вот в этой Ветке Она тоже Очень низкая Ну куда Уже Ниже Тоже Вот все Что казалось бы Вот это Вот сантиметр Это все Что казалось бы От подвоя Как я умудрился Так низко Привить Я сейчас Не могу Понять Или опять же Все таки Это Привойная Подвойная Ветка Но Которая Дала Вот эти Вот сумасшедшие Плоды По размеру Вот И сейчас Дерево состоит Из двух частей И сейчас Вот эти Вот веточки Вот смотрите Одна Зеленая веточка С хорошими Черенками Кстати Они Это Она взрослая На ней даже Ну готовые Плодовые Уже Почки есть Вот они Ростовые Плодовые В одном лице Вот еще Вторая И вот Третья И тут же Рядом Чтоб не ошибиться Без всякого обмана Вот это уже точно Ветка Я даже По этому Вижу Что она не Переобразилась Это подвойная Ветка Здесь правда Ее искалечил Явно Это коса Явно Искалечила Но она точно Подвойная Цвет Другой И глаз набитый Если вот на этих Уже есть Плодовые Почки Вот они То на ней Еще Не должно быть Сейчас посмотрим Если нет То это точно Уже Манжурится Сейчас я еще О нем скажу Вот он Манжурис Посмотрите Вот Нет На нем Тоже уже Есть цветы Получается Что Растет Уж точно Из самой земли И вот Момент Истинно Когда наступит Если здесь В этой ветке Вот той ветке Какие я пальцы Не мог просунуть Вон она Ведь сверху Но они еще Подчеркиваю Живые И дали Огромные плоды Так То Вот это До 90 грамм То вот эта ветка Уже точно торчит Из земли И цвет у нее другой Вот И я сразу вижу Что это Манжурис Меня не обманешь Глаз у меня Набитый Вот Мне сейчас Больше всего Интересует Что Я уже знаю Что будет Вот здесь Вот они Приросты Вот они Пусть эта ветка Изувечина Страшно По идее Она казалось бы Мертва Сейчас вам покажу Вот здесь Была Эта ветка Вот оттуда Вот упала От этого Это Королевский абрикос Роскошный Тоже Чуть-чуть Уступает По крупности плодов Вот видите Два Одна ветка Рухнула Прямо на Фаину Изувечива Посмотрите Какая живучесть Вот уже Казалось бы Страшнее Место не найти Вот они Зеленые побеги Вот это уже Стопроцентная Фаина Пачок С маточного дерева Но оно тоже С годами Стало другим Почему Ой Вокруг Прекрасные Супруги Вот они Все вокруг Вот это Все Все Вот это Вот Все вокруг Абрикосовый сад Вот это Прекрасные Супруги Или это Может быть Терегония Все-таки Когда Это Беззачатие Меняются Плоды За счет Так это Сказать-то Неполного Опыления Неполного Ой Слово-то Подобрать Слово-то Терегония Оно же Вообще Считается Неприличным Вот Неприличным Это Когда касается Людей Так Ладно Не будем Тогда эту тему Продолжать Продолжим Следующее Итак Я вот эти Черенки Нарезаю Надо Спасать Так Вот И я Единственным Случаем В моей Практике Когда Вот Эти Черенки Я буду Продавать Или Избранным Или Тех Кого я до сих пор Не сдал По 500 Рублей Веточка Из принципа Вот Кто-то Должен Это Продолжить Или Избранным За обычную Цену Избранные Это Ясно Кто Вот Это Те Кого Я уже Знаю Лично Вот Или 500 Рублей Тех Кого Я не Знаю Но Это То же Самое Как Картина Рембрандта Вот Монолиза Вот Перед Вами Такая Монолиза Ну В этом Растительном Царстве Так что Не прошу Не путать С этими С обычными Сортами И Кот Мешке Надеюсь Я Обнаружил На Ветке Которая Растет Снизу Вот Она Это Точно Подвоенная И по окрасу То есть По цвету Коры И вообще По форме Я вижу Что это Манчжурец Конечно Не Манчжурец Наверное Непростой Будет Я не жду От него Плоды Как на Том Манчжурце На Сам На Эту Фотографию Прилепляю Эта Фотография Была сделана Лет 20 Назад Вместе С этим С доскобилом Научим Сотрудником Кандидатом Наук Абаканское Институт Огромных Проблем Я Сохранил Но Не 20 Тогда Не было Еще Цифровых Аппаратов Ну 15 Точно А может И вправду 20 Не помню И вот Теперь Я от нее Тоже Вот они Цветы Видите Вот Я теперь От нее Точно То же Самое Жду И вот Не надо Чтобы Вот эти Зацвели Естественно Все-таки Продавать Не буду Только Несколько Вот И от Маточного Дерева Буду ждать Какие же Они будут В этот Раз Еще раз Показываю Какая Она была Через Три года После Через Четыре Это был Манжурский Абрикос Который Было Уживлено Королевский Абрикос И Академик И получилось Черт Что Вот Тут все Вместе Наслоение Ментора Железова И насыщение Ментора Мичулина Две школы Соединились В одну И мы Имеем Чудо Главная Загадка Впереди И на мое Счастье Какая будет Зима Я не знаю В середине Она уже Сейчас Ветки Оголились Так Заканчивается Это Листопад Но Через месяц Ударят морозы Я дождусь Десяти Пятнадцати Двадцати Градусных Морозов И к этому Моменту Веточки Полностью Приготовиться К зиме Полное Засыпание Качество Стопроцентное Нарезка И ожидаем Чуда Ну сколько Я смогу Сделать Учитывая Что нам Земли Не хватает Несколько Привок Сделаю Надеюсь Что еще Полсотни Привок Сделать Мои друзья Знакомые И незнакомые Вот это На этом Я Наверное Фильм И закончу Что Говорить Про Академика Я Столько Раз Говорил Столько Раз Когда-то Это Дерево Но еще Все-таки Подойдем К ближайшему Вот у меня Есть фотография Где ее изучает Дускобилов Если найду Манчжоя Вот именно Оно Когда-то Оно Превратилось В ноль Полностью Погиб Штамп Что значит Качество Низкой Прививки Видите И вот Только Объясните Мне Если я Сам Ничего Понять Не могу Может быть Вегетативный Гибрид 100% Чтобы Случилось 100% Перерождение Манчжорца Ведь Невероятный Случай Посмотрите Фотографии Вот она Вот это Дерево Вот это Самое Правое Да Это Казалось бы Привой Казалось бы Почему Потому что Оно дало Плоды невероятной Крупности Я вам покажу Их Отдельно Пару фотографий Да Вот оно Казалось бы Да Оно Вот эти Веточки Вот эти вот Вот это Отсюда пошла Веточка И отсюда Пошла Веточка Уже после того Когда Погибло Вот это Дерево Вот Ну оно Растет С подземли Вы посмотрите С подземли Я уже В одном Фильме Или двух Это показываю Это невероятно Оно Растет С подземли Как оно Могло быть Выше Прививки Почка Оказаться Когда она Растет С подземли Это еще Ладно Тут вот Это Вот Вторая Вот она Культурная Я не Сомневаюсь Она растет Выше Она должна Расти Выше Прививки Может Расти Потому что Хоть Тут Хоть Сколько Места Хоть Сколько Осталось Для Штамбика Вот Я вам Сейчас Покажу Свою Стандартную Прививку Фотографию Среднюю Среднюю Прививку На Средний Дичок На Среднюю Это Толщину И так Далее Вот Видите Какие чудеса Случаются Вот Так Вот Такие Чудеса Мы Живем Среди этих Чудес Я хочу Чтоб Таких Чудес Было Много Посмотрите Сколько Тут Веток На Прививку Давайте Глянем Вот Допустим У меня Их Два Вот Это Вот Здесь Веток Мало Они Есть Вон Они Ну Сказать Что Это Много Ну Десяток Полтора Ну Два Можно Срезать А Это На Всю Страну Ладно А Вот Это Его Собрат Да Когда-то Это Дерево Еще Раньше Того Первое Заплодоносило И получилось Два Плода Было Тут И в Одном Из Первых Фильмов А Не Первый Фильм Это Меня Снимало Сайногорское Телевидение И Вот Это Сайногорское Телевидение Я Говорю Посмотрите Этот Фильм Тоже Есть И Вот У Меня Однажды Появилась Сорт Академики Это Было Мое Первое Дерево И Телевидение Показало Первое Когда Оно Было Молодым Я Показал На Нее Висело Два Плодика Вот Они На Фотографии Что вы Увидели Перспектива Была Сумасшедшая Потом Началась Следующий Этап Да Я еще Тогда Сказал Слабоват На Морозостойкость Показал Сухую Ветку На Молодом Дерево Это Было Один Из Моих Первых Приездов Телевидения Вот И Мои Слова Сбылись Она Начала Мерзнуть Мерзнуть Я Сейчас Уточнил В каком Году Она Была Посажена Она Была Привита В 2000 То есть По другому Так не легче Сообразить 18 лет Назад И вот Она Была Номер Один Она Потом Долго Болела Она Собиралась Умереть Не раз Собиралась Умереть Вот Каждый год Уже до сих пор Учитывая Вот эти Страшные Раны У него Отсыхали Ветки Сейчас Отсыхают И тем не менее Оно Стало Маточным И Почему Оно Я частично Искоречил Сам Не только Морозов Я помог Но на нем Прекрасные Стопроцентные На выживших Ветках Приросты Сколько Их тут Вот Я вам Скажу Их тут На этом Дереве 150 Вот Потом Я брал Свою Веточку И Возвращаюсь К этому Дереву Которая Является Сейчас Главная Загадка То есть Вот Эти Ветки Подвойные Или Эти Ветки Привойные Которые Дали Замечательные Плоды Я вам Их Показал Вот Вот Такая Ветка Которая Выделяется По цвету Вот Это Вот Это Уже 100% Подвойная Вот Они Выделяются У Манжуца Более Светая Кора Это Присуще Всем Жерделям Жерделя Это Общее Название Вот Видите Вот Оно Точно С под Земли Растет Вот Получается Оно На год Моложе Выглядит Вот Так Но Щеномерла Не сдается А потом Уже Пошла Молодежь Ну Еще Если Пару Минут Есть У меня На Этой Флешке Прощаемся С Фаиной Не Прощаемся А Надо Переносить Переносить Так же Как Надо Переносить Еще раз Повторю Ветки С культурной Части И ветки С дикаря Но Которые Должны Окультуриться Мне интересно Во что Превратится Манжурис Испытав Сильное Влияние Привоя Продолжение следует